Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как животные и дети. И поводом для этого видео послужил разговор с одним моим другом, который живет в Канаде и говорит о том, что многие люди имеют вместо детей собак. И есть семьи, в которых не одна собака, а даже есть две и даже, может быть, и три. Но эта тема, она коснулась меня. И я просто тоже хотел бы с вами о ней немного подумать. И все больше и больше людей, особенно в благополучных, богатых странах, коими являются в том числе и европейские страны, а также Америка, Канада, они терпят крах. Много семей разводятся, распадаются. Так называемый голливудский синдром, он имеет место быть. И сегодня хорошие взаимоотношения в семьях, они становятся, если небольшой редкостью, то большим счастьем для небольшого количества людей. И желание быть здоровым, свободным, иметь крышу над головой, одежду, пищу, иметь возможность общаться с другими людьми, познавать мир, это желание каждого человека. Но еще большее желание каждого человека, это быть нужным, быть любимым. Вот почему каждый человек ищет такого человека, таких друзей, мужа, жену, который бы его любили, который бы его ценили, вопреки всему, несмотря ни на что. И, к сожалению, сегодня преобладает эгоизм, прагматизм и конкуренция. И поэтому многие люди, они не находят той любви, которую они ищут. И о любви Божьей тоже они не знают, они ее не получают, не ощущают. И в этих разочарованиях многие люди, они забудут животных вместо детей. И, конечно же, в благополучных странах человеку на старости лет легче оказаться в доме для престарелых, где все будет оплачиваться, и медицинский уход, и питание, и уборка в его комнате. И эти дома для престарелых, они на самом деле достойные, хорошие. Но, к сожалению, в этих домах люди, они бывают одиноки, если не дружат сами между собой эти пожилые люди, престарелые люди. И, зная о том, что государство может позаботиться об их старости, многие люди не заботят детей. Это первая одна из причин. Вторая причина – это то, что люди видят вокруг себя и на своем личном опыте взаимоотношения между родителями и детьми. И они не всегда бывают ровными, правильными. Это тоже имеет место быть. Потому что искажение в духовном мире, оно очень-очень большое сегодня. И многие дети, они подходят даже к своим родителям с точки зрения, Ну, я скажу простыми такими словами, ожиданий материальных благ. И когда необходимо правильное взаимоотношение между детьми и родителями, в светских государствах, не рассматриваются духовные взаимоотношения между родителями и детьми, а только обязанности детей, обязанности родителей между друг другом. И поэтому любовь, она имеет место быть и должна быть, но она, так сказать, деформированная. Любовь все-таки более такая практичная, более материализованная. А понятие любви, оно имеет в основном, это все-таки духовное наполнение. И любовь бывает не только человеческая, но и божественная, совершенная, вопреки всему, вопреки каким-то рассуждениям логическим. И поэтому, когда мы говорим о том, что люди заводят животных, в данном случае кошек, собак, то это говорит о том, что им не хватает любви, им не хватает любви человеческой. И они сами тоже не имеют таких сил, которые бы позволяли им заводить детей и делиться этой любовью, которой у них мало с этими детьми, и заботами, и воспитанием. Ведь уход за детьми, это не только кормление и покупка одежды, нет, а это еще и воспитание. И многие люди, они не в состоянии воспитывать. Потому что, может быть, отдают отчет себе в том, что они сами не воспитаны так, как должны быть. И если у человека что-то нет, как он может дать это кому-то? И в этом люди, которые заводят животных, конечно же, никто не должен их обвинять, оскорблять, унижать. Но это показатель того, что сегодня в мире семья терпит большие-большие проблемы. И это не только в бедных странах или богатых странах, а можно сказать, это почти везде. И можно находить ответы на эти вопросы как в материальном мире, так и в духовном мире. Но от этого людям не становится легче. И поэтому многим людям легче завести ту же собаку, которая очень преданна, которая любит своего хозяина, которая не требует слишком больших, невероятных каких-то затрат, кроме прогулок, кроме кормления, кроме игр с ней. И люди заводят животных только потому, что они ищут любви. И взаимоотношения между детьми не у всех бывают верными. И поэтому этот опыт приводит людей к тому, что они намеренно заводят животных вместо детей. Что думаете вы на эту тему? Рассуждайте вы об этом. А я желаю вам Божьей виллости и благодати. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok